приветствую на канале сегодня распаковочка таких вот комплектующих для ноутбука данные комплектующие были подготовлены для того чтобы сделать апгрейд установить ssd добавить памяти принципе про память особо много разговаривать не буду тут так все понятно данном случае это 8 гигабайтовый модуль PC4-2-133 марки Kingston вот он в такой упаковке приходит давайте его вскроем проверим целостность ну вот собственно вот такая память убирал марку исключительно на основании того что здесь чипы фирмы SK Hynix то есть точно такие же стоят ноутбуки одна планка вторая решил найти подобрать чтобы максимальная была совместимости тип нашел именно такие чипы на модуле памяти от Kingston ну собственно тут говорить нечего и откладываем ну и вот более интересный девайс котором можно больше сказать это ssd формате m2 то есть такой специальный разъем который последнее время становится все популярнее в новых ноутбуках встречается все чаще поэтому моем случае он точно также есть такой разъем я буду устанавливать туда именно данные ssd данная модель на 256 гигабайт такая вот коробочка давайте его вскроем и посмотрим что там у нас в средине посредине у нас вот вот такое каталог фактически устройств это еще какая-то реклама это гарантийный талон и и собственно с ssd запакованную вот такую антистатическую штуковину давайте его аккуратненько вскроем и посмотрим вот видим данном случае у нас используется 4 модуля памяти flash вот это не все не ошибаюсь фирмы тошиба тут контроллер и это кэш кэш или буферная память ну и куча всякие мелких компонентов которые служебные функции выполняют для полноценной работы устройств ликировка серийный номер ничего необычного на этом распаковочку заканчиваем апгрейт завершён компьютер запущен давайте убедимся что система все видит и ssd и новую память для этого запустим управление дисками но вот здесь она нам говорит система что обнаружен новый диск но чтобы получить к нему доступ его нужно инициализировать давайте сделаем это мы видим что у нас появился новый диск 238 35 гигабайт если на теперь задача стоит в том чтобы перенести на этот диск нашу операционную систему чем я собственно дальше и займусь так и давайте убедимся что у нас все корректно созру но скорее всего все и так понятно иначе система не запустилась но в этом окошке мы видим что у нас установлено два модуля продасти индус думает что там все четыре но при этом всего два но вот этот новый диск тоже на двести тридцать девять гигабайт ts256g mt800 убеждаемся что все отлично система видит и память и диск ну и теперь переходим к функции переноса системы с жесткого диска на вердотельный накопитель для этого нам нужно скачать и установить программу ssd scopes от transcend это сделать можно на сайте transcend мы загружаем я это уже сделал теперь запускаю установку и устанавливаем тут можно увидеть что он данная программа поддерживает клонирование системы с оригинального накопителя на новый ssd transcend давайте собственно этой функции и воспользуемся чтобы не заморачиваться с какими-то другими решениями но если не получится тогда будем думать что то еще так вот наша эта программа запустилась она видит наш ssdn в системе показывает что он в отличном состоянии индикатор износа центра емкость занята 0 соответственно новый все отлично производительность но здесь именно замеряет производительность надо создать раздел этого замеряем позже и перейдем к сделал клонирование запускаем предупреждает что вся информация на ssd transcend будет удалена ну естественно там ее нет поэтому нам все равно ну процесс запущен знаю насколько долго и он будет потом пока пауза копирование идет достаточно быстро пока я предыдущий фрагмент сохранял появилась шкалал прогресса вот буквально 10 процентов уже скопировалась там за несколько минут прогнозирует еще 29 но мы видим что уменьшает это время быстрее чем проходят эти минуты поэтому я есть вероятность что закончат и быстрее чем это показывает но включусь уже по завершению процесса вот собственно клонирование раздела закончилось нам сообщает что создан новый раздел ошибок 0 предлагает закрыть нам все программы и нажать ok для перезагрузки ну собственно я это и сделаю итак система успешно перезагрузилась с ssd это стало сразу заметно так как операционная система загрузилась очень быстро хочу отметить что с старого диска жесткого который находится также внутри нужно будет по удалять разделы системные там уже в данном случае вот система отключила этот диск так как он имеет казнув тот же идентификатор ssd но есть так как ssd идет первым с него она загрузилась а это сейчас отключен поэтому его даже не видно для этого там различными утилитами нужно будет подчистить вот эти вот разделы системные которые здесь остались и следовательно перевести все в должный вид ну что давайте протестируем новый ssd для этого запускаем crystal disk mark выбираем диск допустим пока для начала один тест один проход 500 мегабайт файл в принципе думаю этого будет достаточно для того чтобы понять уровень производительности ну вот видим чтение уже появилось 496,8 мегабайт в секунду скорость записи 314,6 ну вот видим случайная запись случайное чтение блоками ну понятно что эти цифры не являются чем-то там снорсшибательным есть сейчас ssd более производительные но стоит учитывать что они стоят несколько дороже некоторые даже в несколько раз думаю что для простой рабочей системы не требующий там каких-то сверх колоссальных скоростей достаточно подобного устройства которое в любом случае в десятки раз быстрее чем традиционный жесткий диск результаты налицо да вот первые цифры при 5 раз и уже пошло на десятки раз а вот мелкими блоками тут вообще вне конкуренции реально в 200 раз быстрее вот этим показаниям а здесь вообще в тысячу то есть сами понимаете насколько быстрее производительные работает ssd даже раздумий не может быть в отношении того стоит ли и не стоит устанавливать свой компьютер или ноутбук ssd по крайней мере для системного раздела для быстроты загрузки реакции со стороны компьютера устанавливать однозначно стоит на этом все ssd как по мне отличный за свою цену быстродействие на высоте насколько надежный покажет время а пока видео заканчиваю смотрите другие видео на моем канале подписывайтесь спасибо за ваше внимание и до новых встреч 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 ваше внимание и до новых встреч